16 сентября 1965 года 23-летняя Валентина Титова стала мамой. У нее родился чудесный малыш с длинными белокурыми волосиками – Саша. Через неделю Титову выписали из роддома. Отец ребенка за Валентиной не приехал. Просто прислал машину. Приехали домой. Все, тишина. Его мама сказала, ну что, добилась таки своего. Вот своего я чего добилась. Она так хотела любить и быть любимой. Растить детей и радоваться каждому дню жизни рядом с дорогим человеком. И что же получила одна из красивейших актрис советского кинематографа? Нестерпимую горечь унижений, обиды, загнанные в глубину сердца и разбитые мечты. Каким-то чудом Валентина Титова смогла все это вынести и не сломаться. В любых ситуациях она оставалась невозмутимой, холодной и прекрасной. Но какую цену пришлось заплатить, чтобы сохранить себя? В роддом Валентина приехала одна. Штампа о замужестве в паспорте нет. Никто не провожает. Медсестры эмоций не скрывали и слова не выбирали. Кричали, что я называюсь только на букву Б. Вот шляются где-то, ползают и прочее, прочее. Все это я вынесла. Она запретила себе плакать. К чему слезы? Ее мечты о любви разбиты. Зато есть малыш. Он и только он никогда ее не предаст. Через месяц пришла сотрудница ЗАГСа. Дверь открыла Титова. Отец ребенка и бабушка в прихожие не вышли. Оставались каждый в своей комнате. Что же вы не приходите? Надо зарегистрировать ребеночка. Я говорю, я не знала. Как назвали мальчика? Александр. Отчество? Гробовая тишина. Валентинович? Фамилия? Гробовая тишина. Мы не унижаемся. Мы живем. Титов. Вот вы какая гордая. Валя видит, что ее хотят и любят. А жениться не хотят. И ребенка не хотят. Вот просто хотят любить и все. Что она делает? Она предпринимает все, чтобы он женился. Я не могу себе представить, чтобы я попросила мужчину, который мне нравится, жениться на мне. За сотрудницей ЗАГСа закрылась дверь. И вот тут-то появились родные малыша. Режиссер и актер Владимир Басов и его мать. Как я смела? Как я что-то... Я ничего не поняла. Я не поняла. Почему? Я не оскорбила их, не взяла их фамилии. Я ничего не взяла. Я приняла сама свое решение. Словом, Басов забегал-забегал. В один прекрасный день приезжает, поехали, зарегистрируемся. Замуж я уже не хотела выходить. Я родила ребенка, и мне замужество зачем? Обида была чудовищной, просто невыносимой. Она мешала разглядеть, с каким человеком Валентина оказалась рядом. А ведь Владимир Басов, во-первых, и в главных, был актером до мозга костей. А еще большим ребенком. Басов, значит, заходил к нам, когда мы с Марленом сидели в этой комнате, занимались с Пушкиным. Он каждый день откладывал дверь и говорил, вам Бенкендорф не нужен. Это было замечательно. Очень остроумный, очень веселый и очень несчастный, по-моему, ребенок. Мужчина в 42 года – ребенок? Валентина просто не могла представить себе такой парадокс. Она сама была почти девочкой, которая плохо разбиралась во взрослой жизни. Зато впечатление производило совсем другое. Невозмутимое, будто высеченное из куска льда. Кто мог догадаться, что это всего лишь маска? Титова и говорить-то старалась по минимуму. Вдруг разрыдается, и этот образ рассыплется, расколется на тысячи маленьких льдинок. Поэтому, когда Басов сказал «Собирайся, поедем в ЗАГС», она только кивнула и пошла одеваться. Подъехали к ЗАГСу на Ленинском проспекте. Только на ступенечку я поднялась, вышла дама с книжкой и сказала «Вот здесь распишитесь». Я первый раз в ЗАГСе. Откуда я знаю, где какие книги дают и кто где расписывается? Я расписалась. Потом мы прошли в другую комнату какую-то, получили там детское, значит, вот эту регистрацию эту получили. И вот мы приехали домой, и второй режиссер Басова, такая Джанет Тамбеева, она сказала «Поздравляю тебя, значит, вот теперь ты Басова». Вот знакомьтесь, это моя жена, Мариана. Можно было бы, казалось, выдохнуть. Юная актриса стала женой маститого режиссера. Ее муж Владимир Басов. Сын обрел фамилию и отчество отца. Вот-вот откроются самые радужные профессиональные перспективы. Актриса, выходя замуж за режиссера, тоже у нее было, может быть, какое-то соображение у молодой актрисы, что я буду сниматься у режиссера этого, который предлагает мне руку и сердце. Я соглашаюсь в надежде на то, что я буду у него сниматься. Именно так все и думали. Валентине Титовой несказанно повезло. Теперь Табасов будет снимать только ее, так, как он делал раньше. Две предыдущие жены, Роза Макогланова и Наталья Фатеева, неизменно получали в его картинах главные роли. С какой любовью, с какой нежностью он к ним относился и как он вытягивал из них все, что можно, как он их подавал на экране, он ими любовался и просто заставлял любоваться всю страну. Я думаю, слава богу, что они были у него, потому что он чувствовал себя настоящим мужчиной. А как себя чувствовала рядом с Басовым Титова? Только ли о главных ролях она мечтала? Я в нем разочаровалась. Он хочет, чтобы я готовила, стирала, бегала по магазинам. А он будет курить свою трубку и дуть в свой проклятый саксапол. Во время войны семья Титовых уехала в эвакуацию в Свердловск. Отец работал на заводе, мама растила дочерей. Маленькую Валю, которая родилась в 1942-м, и ее старшую сестру. Мама выдавала денежку на два пирожка, чтобы в школе я поела, а я экономила и ходила в кинотеатр. Там висел портрет Стриженова. Олега Стриженова. О, красавец! И я приходила пораньше, садилась на стульчик и смотрела. Валя понимала, что вряд ли этот невероятный принц приедет к ней сам. На белом коне или просто на поезде. Где он и где она? Надо действовать. Для начала записалась в драмкружок при Свердловском дворце культуры и заглянула в свое будущее. Может и правда, первая роль, которую доверили школьницы, определила всю ее дальнейшую жизнь? В детской студии, там, где я занималась, я сыграла снежную королеву. Два года подряд я была снежной королевой. Родители были довольны, что я чем-то занималась, не путалась под ногами. После школы Валентина устроилась в городской театр юного зрителя. Спустя два года обмирает собственной храбрости, уехала в Ленинград. И вот тут в ее жизни начались чудеса. Сначала Титову взял в свою школу-студию легендарный Товстоногов. У нее изумительная совершенно внешность, потрясающей красоты, очень редкий, очень нежный образ, который она несет. Но я думаю, что и Товстоногов, который принял ее к себе в театр, не за красоту ее взял. А потом Валентина отправилась к родителям в Свердловск, погостить. Туда же приехал с гастролями театр Вахтангова. В составе трупа был и Вячеслав Шалевич. Тот самый, который в «Капитанской дочке» плел интриги против героя Стриженова. Они даже внешне были чем-то похожи. Ну вот, увиделись, и чудо произошло. И потом, в течение 8 или 9 месяцев, он прилетал, он приезжал. Я ездила в Москву. Вы понимаете, голову сносит первое чувство. Контролировать себя невозможно. Слышишь любимый голос «Прилетай» или «Приезжай» и летишь. Шалевич был старше Валентина на 8 лет. И к тому же женат. Жил в Москве. Титова свободна и в Ленинграде. Но разве чувством прикажешь? Тем более, что Валентина была уверена. Возлюбленный вот-вот разведется и прилетит к ней с огромным букетом и маленьким, но очень важным колечком. Мы каждый день получали письма друг от друга и посылали. Я была уверена, что если человек любит другого человека, то надо пожениться и жить вместе. Любовь полыхала, а Шалевич все не разводился. Валентине приезжать к возлюбленному было чуть проще. Она, по крайней мере, никого не обманывала. Вопрос был только в деньгах. Стипендия всего 20 рублей. Титова старалась подработать где могла. И как-то на масс-фильме ее увидел Владимир Басов, подбиравший актеров для фильма «Метель». Ассистентка Басова усадила Титову в небольшой комнатке, сказала «Ждите» и испарилась. Вошел Басов, сел. Я говорю, я не буду сниматься. Он стал говорить какие-то для меня странные слова, мгновением ресниц, мир ляжет у ваших ног. Я думаю, боже, какой глупый человек, какой ужас. Не буду я сниматься, мне нельзя, я студентка. И все, я убежала. С такими людьми, как Басов, Валентина никогда еще не сталкивалась. Многоликий и неповторимый. Он играл в жизни так же самозабвенно, как и в кино. А тут девочка из семьи заводского рабочего. В их семье все было просто и понятно. Это черное, это белое. Говорить надо только правду. А кто врет, тот плохой человек. Когда я утром вернулась в Питер, Товстоногов вызвал меня в кабинет и сказал, что я уезжаю на съемки. Я сказала, я не хочу сниматься, я не буду. Нет, он сказал, я ничего не могу поделать. Пришла телеграмма за подписью Фурцевой. Это Басов, аферист, все организовал. На съемки Валентина все же поехала. Конечно, понимала, чувствовала. Басов ей увлекся. Но, во-первых, она любила Шалевича. А во-вторых, ну кто так ухаживает? Никаких букетов и даже конфет. Не говоря уж о белых лошадях с розами в гривах. Но было нечто другое, совершенно неуловимое. И при этом завораживающее. Лишающее, если не рассудка, то уж точно воли к сопротивлению. Вы Басова видели? Страшнее его только моя жизнь. Очень страшно, ну правда. И всегда такой был. А теперь посмотрите на его жену. Его женщины обожали все. Вот это вот. Оно было остроумное, умное, лихое, веселое, нежадное. Знаете, что такое нежадный мужчина? Это мужчина, это вихрь. А в отношении к Шалевичем, тем временем, будто какой-то холодок пробежал. Любовь ускользала. Слава обещал, но не разводился. Замуж не звал. Валентина задумалась. И тут, во время репетиции, ее подозвали к телефону. Басов просил прийти к нему в номер гостиницы «Европейская». Валентина отпросилась на час и отправилась на встречу с режиссером. Приехал Владимир Павлович со своим товарищем, сценаристом, Алешей Леонтьевым. И Леша от имени Владимира Павловича сделал мне предложение. Чувство ритма у него было. И после его, когда он снимал сцены, во время съемок уже все монтировал. Потому что ни с кем так не работал. Он говорит, вот так, ребята, играем вот эту сцену в ресторане на 15 хлопков. Начали. 16, стоп, не пойдет заново. 14, не пойдет заново. И вот на 15 хлопков это было то, что нужно для него. Валентина не понимала, что и сейчас в гостиничном номере разворачивается сцена на 15 хлопков. Леонтьев продолжал убеждать принять любовь великого человека. Басов хищно наблюдал за растерянной Титовой. И вдруг грянул телефонный звонок. Шалевич. Любимый мужчина просил Валентину выйти. Буквально на 5 минут. Откуда он узнал, где в этот момент находится возлюбленная? Не знаю, может быть, тоже было подготовлено Басову. Я пошла. За мной бросился Леша Леонтьев. Запихнул в меня таблетку успокоительную. Сказал, ты взрослая уже, ты должна принять решение. Тебе серьезный человек делает предложение. Он предлагает тебе жизнь, а не ухаживание. И не романчик. Он был хороший режиссер. Модный. Богатый. Популярный очень в обществе. Просто среди мужиков. Даже просто в баню на рыбалку. Он был жутко популярен, потому что вокруг него всегда вот так вот все вертелось колесом. Это был Басов. В полнейшем смятении чувств Валентина встретилась с Шалевичем, который так кстати приехал из Москвы. Вячеслав был задумчив и вообще вел себя странно. Я сказала, Слава, я выхожу замуж. На что Слава сказал, ну я тоже могу на тебе жениться. Вот это было страшно. И все. Первые две жены ушли от Басова из-за его ревности и пьянства. И вот третья. Настоящая снежная королева. Невозмутимая и невероятно красивая. Что ждал от нее Басов? Любви, верности, заботы. Чего боялся? Что бросит? Что не любит? Или разлюбит? Вот и проверял ее постоянно. А еще все-таки они были сделаны из совершенно разного теста. Первые два года у меня была шоковая совершенно ситуация, потому что приходят сегодня одни люди, он рассказывает что-то, на следующий день другие люди. он им рассказывает тот же сюжет с другим концом, с другими действующими лицами. У меня волосы дыбом. Я ему говорю, зачем же ты врешь? Ну ты же врешь. Он говорит, я не вру. И вот то, что для него было нормой, для меня было враньем. Только потом я поняла. Он как артист. Творческая натура мужа не знала отдыха. О страхе, что Валентина его бросит, не утихали. Отсюда и бесконечные измены. То ли реальные, то ли мнимые. Басов, казалось, все время пробовал жену на излом. Выдержит, не выдержит. Что сделает? Уйдет, хлопнув дверью? Или все-таки любит по-настоящему? Ему нравились красивые женщины, пользующиеся успехом, с достаточно непростыми характерами, скажем так. Уж если я дрессирую настоящих львов, то с дикообразами я как-нибудь, как-нибудь справлюсь. А если характер был попроще, то он его специально закалял и выращивал, чтобы бои без правил были, если угодно, на равных. И все же я вылеплю тебя. Ты говорил мне это пять лет тому назад? Но я не вижу этого гениального произведения. Было 30-летие мое. Все говорили, Валя, давай, давай, давай. Все пришли. Его нет и нет. Просидели час. Ну, час сидят голодные люди после работы. И я стала подавать на стол. Через полчаса пришел он. Естественно, Володя, где ты? Да я вот водил там бабу в ресторан. За столом воцарилась гробовая тишина. Кто-то смотрел на именинницу, кто-то уткнулся взглядом в тарелку. Титова и брови не повела. Роль снежной королевы в этом семейном союзе стала для нее привычной. Аббасов жестом фокусника. Аббасов жестом фокусника извлек из кармана подарок. Золотые серьги, ну, в общем, сет с колечком, с красным камнем. Это то, что мне просто противопоказано, потому что я не соединяюсь с красными камнями. Гости из вежливости потребовали, чтобы я надела. Я надела, потом кто-то умный сказал, сними, положи в коробочку. Я сняла, и все. Больше я ни разу их не надела. У нее есть какой-то внутренний такой стержень, такой достаточно сильный, крепкий. Я бы рассказал жесткий, что она, так сказать, наверное, могла ему противостоять, когда это нужно было. Я сдавала квартиру не для того, чтобы получать жалобы, а для того, чтобы получать деньги. В это время у Басовой и Титовой было уже двое детей. Через четыре года после рождения Саши появилась на свет дочь Лиза. Дети были вышкалены матерью до совершенства. Перед приходом папы я говорила детям, что сейчас придет папа, и вы должны... Мама, нет! Я говорю, я сказала, надо броситься на шею, поцеловать его, сказать, что мы его любим, и тогда вы свободны. Дрессуре подвергался и муж. Титу вывела семейный корабль железной рукой. Для всех оставалось загадкой, что скрывается под ее ледяной невозмутимостью. Днем вы его едите, а ночью он вас душит. Просто любим мы только первый раз. Просто. А второй раз, когда мы любим, мы хотим, чтобы он был такой, такой и такой. В нем многое сочеталось. Умен, быстро и ловко решал все проблемы, особенно под моим взглядом. Я думаю, что, конечно, многое он делал еще и потому, что хотел мне понравиться и дальше в жизни. И мне это нравилось. Это было прекрасно. Я, по крайней мере, видел его заботы. Он вот успевал и кино снимать, и для семьи, и для быта, и для дома что-то покупать, делать, машину ремонтировать, продавать машину, покупать новую. Басов снимал по фильму раз в два-три года. И всегда главную женскую роль отдавал супруге. Удивительно лишь, что ее героини всякий раз оказывались такими, какой Титову режиссер видел в жизни, отстраненными и холодными. Я подозреваю, что она была хорошей характерной актрисой. Но прекрасно, вот эта трагедия очень красивых актрис с характерными дарованиями. Титову приглашали сниматься и другие режиссеры. Но больших ролей не предлагали. Так, эпизоды. Даша в фокуснике. Мариана из «Вашингтонского корреспондента». Варя в фильме «И на тихом океане». Может быть, от того, что она была как бы женой Басова. И вроде бы другие режиссеры думали, ну, Басов ее и снимает, и снимает, и пусть и снимает, и снимает. И поэтому как-то ее не сильно приглашали в другие картины. Да и Басов, по-моему, к этому ревниво относился. Семья – это терпение и умение прощать. Принимать супруга безоглядно, безусловно и безоговорочно. Со стороны казалось, что снежной королеве Титовой это нетрудно. Ее сердце – ледяной камень, а нервов нет вообще. Но даже у такой женщины все-таки есть пределы терпения и смирения. Вы когда-нибудь видели алкоголиков? Жили с ними? Тогда вы все знаете. Когда человек бегает по стене, когда он хватает просто так нож, и если догонит, то догонит. Его слабость и тяга к алкоголю, она была, по-моему, очень давно-давно у него с каких-то давних пор. Я, по крайней мере, не знаю, когда это началось. Как бы ни было тяжело, Титова терпела. Все-таки двое детей. То, что в этом браке она не нашла любви, для нее было уже совершенно очевидно. Значит, не судьба. И тут Валентина отправилась вместе с мужем на съемки картины «Отец Сергий». Владимир Павлович отснялся в небольшом эпизоде и уехал. Тише. Тихо. Ударайтесь. Ударайтесь. Оператором на картине был Георгий Рерберг. Великий Рерберг. Тот самый, который работал Старковским, Кончаловским, Марком Захаровым. Тогда имя Рерберга, это было, ну, все равно, что Рембрандт. Рербер, Рембрандт. Одну и ту же букву, и так же хорошо. Елизавета Михайловна, может, споет нам? Я спою. Актеры обожали Рерберга. Знали, если он снимает, значит, будешь выглядеть прекрасно. Для заключительной сцены в безымянной звезде Георгий Иванович выставлял свет целый день. Сам. И вот когда он выставил этот весь свет, он подошел ко мне и сказал, Игорь, значит, вот эта вот финальная сцена, я тебе поставил драматический свет, и играй как хочешь, только вот в какой-то момент на эту реплику вот опусти голову, и тогда луч упадет тебе на очки, и как бы ты ни сыграл, это будет грандиозная сцена, сказал он. Что ты понимаешь? И вот теперь новая работа. Отец Сергий. А где же счастливчик жених, похитивший у императрицы ее любимую фрейлину? Рерберг рассказывал, он говорит, я увидел твою спину. Вот так. Обалдел. Шея длинная, спина красивая. Но это все потом. Это я ничего этого не знала. А когда на съемки он ко мне подошел, то какое-то блеклое лицо, испятое, что я не любила, не произвел на меня впечатления. За столом чего-то, не знаю, не то говорил. Ну, мне трудно угодить. Вечером после съемок Валентине в гостиничный номер совершенно неожиданно для нее пришел Рерберг. Он был, мне казалось, очень был трогательным человеком. Он был каким-то очень, наверное, при всей вот такой брутальности, при всем вот такой плейбой, мачо, мне кажется, он был очень человек, очень трогательный. Очень трогательный и очень тонко чувствующий. Говорил какие-то глупости. Ну, вы уже теперь понимаете. Об меня, как об стену горох. Что-то такое пустое. Молотил. Я говорю, так спать уже пора. Ну, я вот сейчас закурю. Он закурил от розетки, вырубил свет в гостинице. Я его выпроводила. В тот момент Валентине и в голову не пришло, что одного этого визита окажется достаточно, чтобы молва тут же соединила ее и Рерберга. И когда утром я прилетела, уже там слухи ходили по масс-фильму, что все, значит, Рерберг с Титовой и Басов. Ты, Рерберг, ты, я, да я. Один день говорит, второй день говорит, третий день говорит. Я не выдержала и сказала еще раз, скажешь, выйду замуж за Рерберга. Все кончено. А Рерберг, которого тоже стали спрашивать, сказал, иду на двух детей. На каких детей он шел? Кто ему сказал, что все позволено? У мужиков что-то там с головой. Его внешняя бравада и внешняя потажность, ну, в этом столько, в общем, было мальчишеского на самом деле, что никакие годы взросления, никакой возраст это никак не снял с ним. Он так и остался мальчишкой. В жизни Титовой теперь оказалось сразу двое мальчишек-гениев. И реагировали они на ситуацию с одной стороны по-детски, а с другой переживали страшно. Один боялся, другой был почти убит. Басов попал в больницу с инфарктом. Он очень, так сказать, сначала, он вообще был, и ревновал ее, а потом для него это была, так сказать, такая очень серьезная драма. Потому что он ее любил, видно, по-настоящему, искренне ее. Я приехала к нему в клинику, чтобы он дал мне разрешение на развод. Ну, уже все рухнуло давным-давно. И я дошла до ручки. Я теряла сознание, я еле живая была. Это кошмар был. И он написал целый лист, как он умеет, что он согласен и прочее, и прочее. Решение суда о разводе Титова получило уже через четыре дня. Басову сообщило, что они больше не муж и жена, когда он выписался из больницы. Оператор у нас был его, можно сказать, одногодкой, такой старый-старый его друг. Он с ним делился тем, что, вот, так сказать, Валя уходит. Вообще, так сказать, у нас с Валей отношения вот совсем. Вот это он говорил. Даже при мне говорил. Вот, он как бы особо это не скрывал. Но переживал. Да, переживал, конечно. Двое детей еще, маленьких совсем. Не зная, как справиться с чудовищной ситуацией, Басов потребовал, чтобы Валентина оставила ему детей. Она отказалась. Он подал в суд. На заседании Титова кипела от ярости и возмущения, но хранила ледяное молчание, пока Басов не зачитал свою обвинительную речь. И вот тогда снежная королева взорвалась. И бывший муж наконец-то увидел, что она из плоти и крови. Что я веду какой-то непотребный образ жизни, не знаю. Басов это прочел вслух. Актер. Он прочел. И счастливый сидит. И судья говорит. Как вы там что-то такое? Я говорю, что? Да вы какие вы судьи? Вы три бабы у забора. Кого вы слушаете? Повернулась к нему и сказала, торопись, сделай добро. Ты одной ногой в могиле встала и пошла. Дети остались с отцом. Валентина сняла квартиру. К сыну и дочери приезжала проведать. Воскресная мама. Когда я ушла, то кончился мир. Это естественно. Никакой дисциплины. Делай, что хочешь. Все грязное. Тараканы поползли почему-то. Владимир Басов после развода с Валентиной Титовой проживет еще 10 лет. Единственным утешением для него станут дети – Саша и Лиза. Он умрет утром 17 сентября 1987 года от второго инсульта. На глазах у сына. Он хороший режиссер был. Жалко, что вот он рано ушел. Просто он бы еще мог и сыграть, и снять еще много. Как вот можно, значит, какой он был интересный человек вообще. И не будучи красавцем, а привлекал к себе таких красивых женщин. Конечно же, Валентина Титова не думала о том, что разбила мужу сердце. И больше он никого не встретит. Она все еще мечтала быть счастливой и любимой. Георгий Рерберг дал ей такую надежду. Он вообще был одинокий. Он был одинокий. И с вами надо большое количество друзей. И влюбленность в одну-другую женщину. Пожалела. Несчастный, никому не нужный. Пользующийся дурной славой. Вел себя, как принц Уэльский. А сам негде притулиться, негде сесть, негде ночевать. Никакой вообще работы нет. Тихий ужас. И 10 лет он был на моем иждивении. Кое-какая работа у Рерберга все-таки была. Раз в год-полтора продолжали выходить фильмы, которые он снимал. В некоторых находилась роль и для Титовой. Например, этот микроскопический эпизод в фильме Игоря Таланкина «Звездопад». Такого сияющего, наполненного внутренним светом любви лица, у Валентины Титовой не было ни в одном фильме Басова. От «Снежной королевы» почти ничего не осталось. Просто красивая женщина с сердцем живым и горячим. Рерберг видел ее такой. А она снова начала замыкаться в себе. Причины были. Самое ужасное, значит, когда он однажды стал кричать на меня, что я вообще ничего не понимаю, я тупая и такая иссякая, и он бы мне не доверил камеру. Я сказала, ну я не собираюсь быть кинооператором и твоим ассистентом. А ему хотелось. Титовой пришлось опять перевоплотиться в «Снежную королеву». Ну что ж, не привыкать. Эту роль она знала на зубок. Он однажды мне сказал, мне неприятно, когда приходит Саша. Я сказала, хорошо. Саша пришел, я вышла, сказал Саше, у него там состояние не очень, вот на тебе. И мы поцеловались, и Саша пошел. Гога его догнал, вернул, вытаращил глаза, как я посмела. Двуликие они мужчины, двуликие. Надо это понимать. Но самое главное, я же подчинилась. Я сделала, как он хотел. Он у меня остался в памяти каким-то вихрастым мальчишкой, я бы сказал, который вот что-то такое вот так вот подчас специально провоцировал какие-то ситуации. Но это все было вторично, потому что главное было это то, чем он занимался. Титова это понимала. Она знала, как существовать с гением в быту. Семья – это тяжкий труд. И любовь тут ни при чем. Масло в огонь подливала и свекровь. Мать Рерберга, так же, как и мать Басова, невестку не любила. Она мне рассказала замечательную историю. Это, конечно, чувство юмора надо иметь. Когда они стали жить вместе, то в один из дней Валя собиралась на рынок. Магазин на рынок, продукты купить, одевалась, значит, застегивалась. И мама Юрия Ивановича подошла и говорит, «Валечка, вы навсегда?» В годы перестройки, когда многие известные актеры остались без работы, Валентина продолжала сниматься. Она соглашалась на любые, даже самые маленькие роли. Не голодать же. В фильме Иван Грозный у нее всего один эпизод на 10 секунд. Во имя Христа Спасителя, остановись! Матушка! Матушка! Матушка, дай мне только на один миг увидеть ее. Умоляю, позволь мне поговорить с нею. Увидеть? Идем. Найдешь ее возле кельи. А в картине умирать легко, Титову толком даже и не видно. Да кто вы такой? Я сейчас охрану позову! Это вам за нее. Так что все непросто. У людей искусство все непросто. И богатыми они никогда не были. Бедными были. Бедными, лучезарными, талантливыми, умными, интересными. Все что угодно, но не богатыми. Был ли этот брак счастливым? Или же каждый просто устал искать и смирился с тем, что получил? В конце концов, они прожили вместе 22 года. Летом 1999 года Титова уехала на съемки в другой город. Рерберг остался дома. В один из дней он решил принять ванну. Очевидно, что-то произошло. Или он заснул и задохнулся. В общем, его хоронили в закрытом гробу. Потому что он какое-то время, пока не открыл дверь такой Гена Гуревич, он прилежал в воде. В горячей воде. В теплой воде. Это очень страшная история. Валентина Титова больше замуж не выходила. Хотя предложений было немало. Во всяком случае, сейчас мне хочется, чтобы в следующей жизни я не выходила замуж. Я много очень сил истратила на это. Лучше бы я что-то делала другое. Полезное, прекрасное. Я бы даже сказала, не хочу больше подчиняться мужчине. Вот так. К такому горькому выводу пришла одна из самых красивых женщин советского кинематографа. Снежная королева окончательно вернулась в свои ледяные чертоги. Видимо, уже навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова